Для жителей города Щелково сегодня подготовлена поистине грандиозная программа, но и другие поселения подготовились не хуже. Праздник Великой Победы отмечают во всем Щелковском районе. А Нискинское, Медвежье-Озерское, Фриановское поселения везде сегодня проходят торжественные митинги и мероприятия. День Победы – праздник, который касается каждого, поэтому совсем не удивительно, что все жители Щелковского района в едином порыве вышли на главной площади своих поселений. Вот и в сельском поселении Медвежье-Озерском к праздничным мероприятиям подготовились основательно. Торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открывает глава Владимир Канахин. Я от всей души поздравляю нас всех с этим замечательным праздником. Самое главное для наших ветеранов – это сейчас здоровье. Внимание мы им уделяли и всегда будем уделять, потому что они этого заслужили. Внимание и забота – это именно то, чего сейчас ждут те, кто в страшные годы не испугался и вышел на защиту своей Родины. В Медвежье-Озерском осталось всего 8 ветеранов. Из них на праздник смогли прийти только двое. Среди них Мария Кирильчева. Служила радиотелеграфисткой в 65-м отдельном батальоне воздушного наблюдения и оповещения. Ее работой было сообщать сведения о приближающихся вражеских самолетах зенитному артиллерийскому полку. Победу встретила в немецком городе Лукинвальде в 18 километрах от Берлина. Мария Алексеевна вспоминает, с каким трепетом все тогда ждали новостей об окончании войны. Сегодня она по-прежнему в отличном расположении духа и постоянно принимает участие во всех важных мероприятиях своего поселения. И у меня настроение высокое. Я вроде чувствую себя лучше. Все жители поселения почтили минутой молчания погибших в годы войны и возложили к мемориалу павшим за Отечество венки и цветы. К памятнику подошел каждый, кто считает своим долгом поблагодарить славных воинов за победу над фашизмом. После чего по площади парадом прошли военнослужащие 38-го отдельного гвардейского полка связи ВДВ. Но на этом торжественный митинг не закончился. Десантники подготовили для жителей еще один подарок. Показательные выступления, которые не оставили равнодушным никого из присутствующих. Мероприятия, посвященные Великой Победе, прошли и в самом отдаленном поселении Щелковского района – Фрянова. В этом году почти каждый житель посчитал своим долгом прийти на торжественный митинг. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память наших героев, которые не только остановили фашистов, но и уничтожили их, дойдя до Берлина. Вечная память нашим героям. Миллионы людей не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Огромное количество людей сделало все, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Мы вернули, повернули время спять. Вернулись на территории фашистующих европейских государств и уничтожили фашистов в их логове. День Победы – праздник не только государственный, но и личный, семейный. Ветераны, их дети и внуки рассказывают о трудностях военных будней, о прошлом и настоящем, о том, что каждый из них помнит. Жизнь была тяжелая. Траву собирали, ели. Ну что сделаешь? Надо было вызывать. Ну а сейчас пока, дай бог. Их осталось совсем немного, но и тогда, и сейчас одним из источников жизненных сил для ветеранов являются песни и стихи. Страну свою любя, пойдем громить мы силую проклятого врага. Не смеют крылья черные над родиной летать, поля ее просторные не смеют враг топтать. День Победы – это наш. Это наш. Мы чувствуем себя прекрасно. Мы его заслужили. Мария Смирнова, Марина Познякова, Александр Рожевский, Игорь Поляков. Телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...